Как вести себя на дорогах, как работают светофоры и о правилах дорожного движения в самой доступной и интересной форме рассказали взрослые малышам. Герои известного мультфильма Лунтик и его друзья попали в страну дорожного движения. Здесь они научились правильно переходить дорогу, распознавать сигналы светофора, дорожные знаки. Ребята с большим интересом наблюдали за всем происходящим и сами помогали героям сказки разучивать правила дорожного движения. Делали они это в форме танцев, песен и стихотворений. Мероприятие прошло с участием сотрудников отделения ГИБДД, инспектора по пропаганде Рамиля Шигапова и руководителя Мамадышского филиала дирекции финансирования программ безопасности дорожного движения Лилии Никифоровой. Они по доброй традиции пришли не с пустыми руками и еще раз напомнили о правилах жизни, правилах движения на дорогах. Водители, я обращаюсь к вам, не нарушайте правила дорожного движения. Скоростной режим соблюдайте, дистанцию соблюдайте. Очень часто невозможно переходить дорогу, невозможно проехать дорогу, потому что очень страшно, жутко на наших дорогах. Обращаюсь к вам еще раз, водители. Соблюдайте правила, будьте внимательны ездить, будьте примером для наших детей. И обязательно, чтобы в ваших машинах для ваших детей были кресла. Девять ДТП с участием детей. В них пострадали наши дети. Каждое ДТП для нас это уже, знаете, как типа горе. Мы не хотим, чтобы такого горя не было, чтобы каждый садик, каждая школа работала по этой линии. Коллектив детского сада, в свою очередь, выразил благодарность отделу ГИБДД за подаренный мобильный городок. Ведь он не имяется средством практического изучения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Гости выразили надежду на то, что это мероприятие принесет свои положительные результаты, а родители станут постоянными партнерами в этом деле. Хочу сказать огромное спасибо главному детскому саду. Они действительно показали то, что они знают право дорожного движения. Красно всего они украсили данное помещение. И наглядно показали, как нужно перекаять дорогу с использованием светофоров. И в дальнейшем хочется надеяться, что все наши дети и родители, все участники дорожного движения, когда они будут нарушать право дорожного движения. И особенно хотел бы сказать, обратиться всем родителям по использованию этот рожащий элемент надежды у детей. Это сейчас модно, это действительно нужно использовать. Со стороны водителя никто не даст соврать. Это очень удобно, когда пешеход, на проезжей части видно пешехода. В конце инспектор пожелал взрослым не только приучать детей к безопасному поведению на дорогах, но и самим соблюдать правила дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова